знаете есть споры которые никогда не утихают что было первым яйцо или курица что лучше айос или android инструмент какого бренда является лучшим в мире dewalt сделаны для америки или же dewalt сделаны для европы которые и можно купить у нас в россии и беларуси сегодня я попробую ответить на пожалуй главный из этих вопрос действительно ли dewalt для американского рынка отличается исполнением мощностью собран лучше и да мне даже такое говорили имеет некий неповторимый аромат америки из коробки упаковка да это именно то что покупатель видит на витрине магазина прежде всего как по мне американская версия сделана куда более броско имеет дополнительные две наклейки вот это о том что это самый короткий импакт в системе с высоким крутящим моментом и 2 что на 29 процентов короче 887 при большем крутящим на 30 процентов интересная особенность на европейской версии мы видим указание мощности других важных ттх даже на задней части коробки а у американской на задней поле для крепления накладной при пересылке этого товара почта или службы и доставки прямо в этой коробке важная особенность прямо на коробке у американской версии мы видим условия и сроки гарантии в целом на американской коробке больше акцент на кричащие фразы одновременно предупреждения всякого рода а на европейской же больше внимания именно ттх инструмент но теперь кое-что поважнее европейская версия производится в китае американская же собрано или производится в мексике отдельно на коробке указано что несмотря на то что сам по себе импакт сделан мексике но крючок крючок то сделан в китае что роднит его с нашей европейской версии давайте же приступим к распаковке инструментов к слову сказать и версия инструментов и комплектация одинаковая чуть в большей коробке чем идет у американца европеец идет вот в таком тонком пакете затем примерно в таком же пакете который напоминает мне те которые застал сушащимися в своем детстве на батарее идет клипса и новый большой хороший боковой магнит с оригинальным креплением из макулатуры в коробку покладины инструкция по эксплуатации вкладыша гарантии три года если вы зарегистрируетесь хотя регистрироваться давно не надо она и так три года ну и вкладыш о том что гарантия один год если вы не будете ничего делать хотя еще раз напомню не надо ничего делать она и так будет три года это самая гарантия теперь винтоверт сделаны для американского рынка и купленный там же вся макулатура объединена в одну книжку что по моему неплохо сам винтоверт уложен в плотный пакет который по давней привычке хочется не выбрасывать а приберечь и используют для чего-нибудь еще такой вот он прям качественно а вот по комплекту пожалели магнит здесь его просто нет есть клипса которая точно такая же как и европейской версии а магнита нет с увлекательной распаковкой покончено и теперь внешний вид винтовертов dcf 850 от the wall и сразу же на первый взгляд видно они одинаковые разница разве что в наклейках 18 и 20 вольт это одно и то же просто по-разному считают напряжение в америке и европе вот с этого ракурса винтоверты не отличаются вообще ничем тут же мы видим разницу в маркировке разные требования и стандарты вот можете глянуть поближе как по мне европейское читается лучше в остальном с этого ракурса вообще никакой разницы далее интересный момент смотрите в сша этот винтоверт прям на самой тушке указывается как принадлежащий к atomic серии в европе нет так как торговая марка atomic занята кем-то другим в европе и наших регионах этот термин не используется официально сверху инструмента мы также видим разный подход к маркировкам на американской версии снова очередные предупреждения на европейский полученные сертификаты безопасности что полезней чей подход решать вам если сравнивать еще более детально материалы пластик резина литье идентичное не похожие а одинаковое абсолютно вплоть до мелких незначительных дефектов литья резины маркировка под аккумулятором также отличается но я вижу единый подход с qr-кодом к сервисной маркировке серийного номера в общем мне не удалось найти вообще никаких отличий ни визуально не тактильно не механических в этих двух шуруповертов от дэволт ну и на всякий случай проверю вес мало ли америка европа да идентично я решил зарядить два power stack аккумулятора и попробовать импакты в деле крутить буду глухари с 13 головкой поехали по ощущениям конечно я предполагал что они будут одинаковыми ну так она и не немного ускоримся потому что скучно и мы получаем немного разный результат и этот немного незначительно разный результат я связываю конечно с разницей в дереве в том месте где их закручивал видимо была разная плотность древесины это нормально ну хорошо нет разницы снаружи нет разницы при использовании возможно возможно разница будет внутри естественно я их разберу разбирать дэволт в последнее время вообще приятно одинаковые винты даже по длине не то что по типу все просто и понятно ничего не высыпается и не разваливается в руках снимаем заднюю крышку с каждого и что мы видим абсолютно одинаковые даже сервисный номер запчасти пишется одинаково разбираем дальше в надежде увидеть что-нибудь удивительное и нет вообще абсолютно одинаковое все вот смотрите сами даже модуль кнопки имеют одинаковый номер и одинаковую страну производства китай пайка тоже одинаковое вот смотрите качество видите что здесь что здесь ну одно и то же провода вообще все нижняя плата тоже самое контактная группа все вот одинаковое то есть запчасти одинаковые собраны одинаково и вот когда кто-либо будет вам рассказывать что инструмент сделаны для американского рынка чем-то лучше полон мощнее или собран аккуратней просто сбросьте ему ссылку на этот ролик ну а если об этой разнице вам говорит какой-то продавец дэволта то знайте вас обманывают либо умышленно либо по незнанию это же будет не лишним поделиться этим роликом всего вам доброго друзья и спасибо за внимание спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!